27 тысяч тенге и золотое кольцо за лечебный обряд. Полицейские задержали 53-летнюю жительницу Мамлюдки. Ее подозревают в мошенничестве. Все подробности в сюжете пресс-службы областного департамента внутренних дел. По золоти ручку вылечу. В течение недели в полицию поступило несколько заявлений о мошенничестве. Потерпевшие рассказали о женщине, которая при помощи обрядов обещала избавить от недугов и рассказать о будущем. Однако стоили эти услуги, как оказалось, недешево. Одна горожанка за наивность и веру в нетрадиционную медицину заплатила 27 тысяч. Их и золотое кольцо нужно было зашить в подушку. Возле короны ходила. Встретила женщину, казацкая и национальность. Поговорила с ней. Говорю, вы болеете, полечить надо. Она согласилась. Я пошла в дом, водички попросилась. Погадала, полечила ее. Потом она, говорю, деньги надо. Она деньги достала, колечко одно достала. Я говорю, надо зашивать подушку. Я зашила, а деньги украла. Подобную схему мошенничества задержанное на днях провернуло и в Есильском районе, а в Петропавловск приехала потратить добытые деньги. В ходе оперативно-рыскных мероприятий была задержана 53-летняя жительница города Мамлютки, которая путем обмана и злоупотребления доверием, а также гадания заводила денежными средствами. Полицейские возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Подозреваемой грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас проверяется ее причастность к совершению других аналогичных преступлений, потому стражи порядка призывают всех, кто, возможно, пострадал от действий этой мошенницы, позвонить по номеру 102. Ксения Куценко при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел.